Итак, начнем с соединения тазовой кости И тут мы можем увидеть несколько связок и суставов Давайте с самого начала начнем Первое соединение происходит между двумя лобковыми костями И это соединение у нас называется симфиз Симфиз пубикус И между двумя лобковыми костями, вот как вы видите, вот здесь у нас находится симфиз Это у нас хрящевая ткань И этот симфиз у нас называется дискус интер пубикус Так, и эта часть у нас укрепляется двумя связками Первая связка лигаментум пубикум супериор, вот она И вторая связка лигаментум пубикум инфериор И эти связки находятся сверху и снизу диска Так, второй сустав или второе соединение у нас происходит между крестцовой костью и подвздошной костью То есть, если быть точнее, то между их ушковидными поверхностями Вот, если мы посмотрим на подвздошную кость, то на внутренней поверхности мы можем увидеть вот эту ушковидную поверхность Фасцис аурикулярис И точно такая же поверхность у нас имеется на крестцовой кости И вот сейчас тоже на нее посмотрим Вот, видите, тут тоже у нас есть ушковидная поверхность И значит, эти две поверхности двух костей соединяются и образуют сустав Артикуляцо сакроилиака или подвздошно-крестцовый сустав Или крестцово-подвздошный сустав Ну, от перестановки слагаемых сумма не изменяется И теперь этот сустав у нас укрепляется с помощью нескольких связок И первая связка это у нас лигаментум сакроилиака антериор Или передняя крестцово-подвздошная связка И на этой 3D модели вы вот можете увидеть с передней стороны эту связку Вот она И она тянется по передней поверхности крестцовой кости На переднюю поверхность подвздошной кости Теперь переворачиваем таз Переворачиваем таз И с задней стороны мы видим еще одну связку Она также называется лигаментум сакроилиака Теперь пастериор Значит, у нас есть на данный момент две связки Лигаментум сакроилиака антериор И лигаментум сакроилиака пастериор И если мы уберем лигаментум сакроилиака пастериор то мы тут можем увидеть еще одну связку. Она тянется от бугристости подвздошной кости к бугристости крестовой кости. И эта связка у нас называется Ligamentum Sacra Iliaca Interossius. Вот она, Ligamentum Sacra Iliaca Interossius. И в общей сложности у нас есть три связки, которые укрепляют эту часть таза. Значит, первая связка у нас Ligamentum Sacra Iliaca Anterior, передняя крестово-подвздошная связка, вторая связка Ligamentum Sacra Iliaca Pasterior, и под ней мы можем увидеть Ligamentum Sacra Iliaca Interossius. Так, теперь повернем тазу так вперед и посмотрим с внутренней стороны. Значит, у нас есть тут симфиз, здесь у нас есть верхняя лобковая связка и нижняя лобковая связка. Также у нас есть здесь сустав между крестцом и подвздошной костью, артикуляцию Sacra Iliaca. Она укрепляется с помощью передней, задней и межосевой связки. Ligamentum Sacra Iliaca Anterior, Ligamentum Sacra Iliaca Pasterior и Ligamentum Sacra Iliaca Interossius. Следующая связка, которая укрепляет это соединение, крестцово-подвздошное соединение, это у нас Ligamentum Iliolumbale. Вот вы видите, здесь у нас подвздошная кость и от нее к пятому поясничному позвонку, если быть точнее, к поперечному отростку пятого поясничного позвонка, у нас тянется связка и она у нас называется Ligamentum Iliolumbale. То есть, vertebra lumbales у нас поясничный позвонок, а os ilium это у нас подвздошная кость, и эта связка у нас называется подвздошно-поясничная связка. Следующие связки у нас расположены чуть ниже, и они тянутся от крестца к седалищной кости. Да, к седалищной кости. И если вы помните, у седалищной кости было два интересных момента. Это у нас tuber isiadicum или седалищный бугор и спина isiadica или седалищная ость. И теперь от крестцовой кости у нас тянутся две связки к бугру и к ости. И они также называются Ligamentum Sacro Tuberale. Ligamentum Sacro Tuberale и вторая связка Ligamentum Sacro Spinali. Вот спины isiadica и sacrum у нас образуют Ligamentum Sacro Spinali, а седалищный бугор вместе с крестцовой костью Ligamentum Sacro Tuberale. И если вы обратите внимание, то тут между инцезурой isiadica Meyer и между этими связками образуется вот такое отверстие. И это отверстие у нас называется Foramen isiadica Meyer, точно как и вырезка. И чуть ниже, также между инцезурой isiadica Minor и между связками у нас также образуется еще одно отверстие. И это отверстие у нас называется Foramen isiadica Minor. Значит, две отверстия Foramen isiadica Meyer и Foramen isiadica Minor. И эти отверстия также мы можем увидеть вот с внутренней поверхности. Вот большое отверстие, седалищное отверстие и малое седалищное отверстие. И самая последняя связка, которая имеется на тазовой кости, это у нас мембрана abturatoria или запирательная мембрана. И эта мембрана, она полностью, почти полностью закрывает запирательное отверстие, Foramen abturatoria. И сверху у нас остается вот такое маленькое отверстие для прохода нервов и сосудов. Спасибо. 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 Спасибо.